Девушки отдыхают И как оказалось, далеко не самая любящая Ты самая лучшая на свете, жена Это я Дурак Во всем виноват А теперь не важно, кто виноват Все кончилось, вольвик Подожди, Айгуль Не уходи Я Давно должен был рассказать тебе Все боялся Ну а теперь не надо бояться И не надо меня искать У меня все будет хорошо Вообще, Лебек Я бы хотел быть твоим спасителем Но Значит, это не ты меня спас? Это был кто-то другой? Я только позвонил в полицию И что случилось потом? И полиция задержала бандитов Похоже, я тебя разочаровал Немного Можно придумать историю о том Как появился я И защитил прекрасную принцессу От злых разбойников Я был бы отважным рыцарем Но я рассказываю, как было Субтитры создавал DimaTorzok Жизгаладан басталадым Махаббаттың асқағанды Лапылдаған жүрекке Элдесер керекпе Калай сене кезектердім Бақытымда сезеп тормон Астанамның ән жары Қашықтардың тақтара Ұміріңің салтанадың Куанышпен айтыладың ән қалытасын Бақытыңа жолы қасын Астанам жақтығың менің қарайлы Жуағың жаныма нұр болып тарайды Өттемнің жабылып жасыл желекін Өткен күн садынып бізге қарайда Өміріңің салтанадың Куанышпен айтыладың ән қалытасын Бақытыңа жолы қасын Самалым мен сарарқаның Атқан сайын арайтаңым Сенің нұрлы жүзіңнен Бір жылылық сезінген Қандай әсем осы кезең Толқығыңдай әсілі сен Таңғатқанды арайлап Ой, анамын сен ойла Өмірің салтанадың қуанышпен әйталатың ән қалытасын Бақытыңа жолы қасын Бақытыңа жолы қасын Правда? Ну, расскажи Я хочу сделать этот проект для турецкого телевидения У меня даже есть название Здесь сбываются мечты Кемаль, я знаю, что это место действительно особое И не потому, что я родилась в небе над этим городом Астана Это воплощение идеи одного человека Благодаря ему у миллионов сбываются их мечты Посуди сам За три года в степи вырос чудесный современный город Сегодня в нем есть сказочные дворцы И высотки с золочеными куполами И сверкающие огнями проспекты И изящные мосты, играющие со стройами воды Ну да, ты права, Энжу Это действительно похоже на сказку Но это все же не сказка Кемаль Это реальность В которой сбываются самые невероятные Самые дерзкие мечты В своем телевизионном проекте Я расскажу всему миру об исполнении надежд жителей Астаны Может быть, тогда и моя мечта сбудется Инжу А о чем ты мечтаешь? Ну, конечно, о самом невероятном Я помню этот ваш проект Он не забывается Гарантирую Этот проект выиграет тендер Да, интересно Прочность, польза и красота Три кита архитектуры Так кажется Твой друг Ярлан говорил тогда Это же был ваш совместный проект Если я не ошибаюсь Ярлана, похоже, архитектура больше не интересует Тюрьма меняет людей А многих ломает Он ушел в таксисты Опустился весь Ну и я, как честный человек Посвятил его В наши с вами планы Он не против? Изначальная Конструктивная идея этого проекта Принадлежит мне Алибекова Жаль Ярлана Талантлив был Но не всем дано Удерживать удары судьбы об зал Мне нравится этот проект В новой столице Новыми должны быть И город И мышление его жителей Да, а в зал Я доволен тобой То есть Мы представляем на тендер Этот проект? Да Мы будем Над ним работать Не сомневайтесь, Алибекова Тем более У меня Есть теперь особая причина Да? Какая же? Алибекова Маржан и я В общем Я прошу у вас руки Вашей дочери Нет Нет? Ну почему? Пока нет Это хорошо Что ты готов добиваться Своих целей Но не любой ценой Абзал Что вы, Алибекова Мы с Маржан Любим друг друга Маржан еще совсем Ребенок Абзал Оставь нас, пожалуйста Ерлан Что это такое? Это деньги Которые Лаура Взяла у вас Она заплатила за операцию моей матери Лаура? Да Лаура Но Ваши деньги Алибекова Мне не нужны Абзал Что случилось? Я знаю С отцом иногда трудно разговаривать Но Ты должен защищать свой проект Да дело не в этом Не в проекте С ней все нормально Дело в нас Он против нашей свадьбы Что Почему он сказал? Ну тогда я пойду и спрошу у него Подожди Там Орлан Привет, Маржан Привет, Ерлан Ну почему, папа? Ты о чем, дочка? Почему ты против того Чтобы мы с Абзалом поженились? Я не против Я просто очень хочу Чтобы ты была счастлива Маржан Счастлива И любима Ну тогда я ничего не понимаю Я и сам себя не понимаю, дочка Может, ты Мне сможешь Что-то объяснить Как же я тебя люблю, папа Ты все-таки решилась? Примешь меня? Да, постой Господи О чем ты говоришь, Айгуль? Ну ничего, сынок Все будет хорошо Ты просто в это поверь Сердцем поверь Так оно и будет Вот увидишь Марьям сильное А потом врачи сказали Что операция легкая Все будет хорошо Давай, давай, давай Звони в четвертое Готовьте бригаду Это к маме? Скажи, Рита Что-то случилось? Успокойся Все будет хорошо Что с ней? Что-то случилось? Сюда нельзя Нельзя сюда Пустите, она моя мама Вы можете навредить Неужели не ясно? Я не уйду Подождите в коридоре Прошу вас Звони в четвертое Тише, 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 Юрлан Не дергайся ты так Там же врачи Они знают Ты представь Что держишь ее за руку Маму Повторяй Все будет хорошо Хорошо Что мы еще можем сделать? Доктор Как она? Доктор Ну да скажите Как она? А то у меня сейчас Сердце разорвется Ну только не молчите Все хорошо Все хорошо Все хорошо Просто чудо какое-то Да Чудо Чудеса Бывают Ой, слава тебе, Господи Доктор, спасибо вам Спасибочки Вы нас утешили Вы нас успокоили Господи Доктор, да вы святой Я же говорила Я же говорила Спасибо вам Доктор Здравствуй Ай, Голь Не ожидал Тебя здесь увидеть А ты что тут делаешь А Эльвира дома? Здравствуй, Сережа На работе Твоя сестра А Я-то думал У нее выходной сегодня И я поэтому Да, был выходной Но позвонили Срочный вызов Вернется Я даже не знаю Когда вернется У вас ведь У докторов Вечная История А, да-да-да Ну, входи же Ну, заходи Заходи А ты как всегда Вся в работе Да, моя книга Это то, что меня всегда Увлекает и отвлекает Прости, а Алибек? А что Алибек? У вас все хорошо? Алибек не знает, что я здесь Я ведь тоже Никогда не знала, где он Сначала Вопросы задавала Беспокоилась А потом Научилась Не задавать вопросов В конце концов Собралась И вот я здесь У Эльвиры Вот и все Надеюсь Ты не скажешь ему Ну, о том, что я здесь Ты же знаешь, Алибек Мы С Алибеком не виделись Много лет уже С того самого вечера Когда ты с ним ушла А я остался сидеть на площадке Я всю ночь тогда просидел Все думал Вдруг ты вернешься Но чудес не бывает Да Наверное, не бывает Ах, вот ты где, мама Так и знала Сама же меня учила Что предупреждать надо А у самой Телефон выключен Ни ответа, ни привета Ты может быть зайдешь Ой, здрасте Здравствуйте, Маржан Маржан, познакомься Это Сергей Еще раз здравствуйте Откуда вы знаете, как меня зовут? Маржан, Сережа Наш старинный друг Понятно Только вот интересно Почему я вас у нас дома Никогда не видела Странно, да? Маржан Айголь Я, пожалуй, Эльвиру Не буду дожидаться В другой раз зайду Ты передавай привет от меня Сережа, подожди До свидания До свидания До свидания, Маржан До свидания, Айголь Как она на тебя похожа Просто удивительна Значит, это правда? И вы с папой поссорились, мам? Из-за чего? Скажи Ну что ты, малыш Мне просто нужно побыть одной А как же я, мам? Мам, у меня через неделю Помолвка сабзала Ты что, не придешь? Подожди Какая помолвка? Вы же только что познакомились Только что? Сто лет назад Так ты придешь? Нет, Маржан Это неправильно Вам нужно лучше узнать друг друга Я уже гостей позвала Отменить нельзя, мамочка Да что ты говоришь Разве дело все в том Что гостей нельзя отменить Знаешь что, мама? Тогда и я скажу Разве дело в том Что мы сабзала мало знакомы Так и скажи Что не хочешь отца видеть Да, Маржан Ты права Я не хочу видеть Любека Что ты? Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ Здравствуй, Алибек. Что ты ее прячешь? От кого ты ее прячешь? От меня? Я ее муж. А ты кто? Только и ждал. Успокойся, Алибек. Я спокоен. Абсолютно спокоен. Может быть, мы все-таки у Айгуль спросим, как нам теперь быть дальше? Дальше? Отойди от моей жены. Алибек, Тасов, я... Ты что творишь? Что с тобой, Алибек? Иди. Видеть тебя не хочу. Поехали домой, Айгуль. Поехали. Домой? А как же Айдар? Больно, да? Ну что ты? Что ты смеешься? Что же мы опять из-за тебя подоролись? А знаешь, со скольки лет я была в тебя влюблена? Угадай. С 14? Нет, не угадал. С 10. Кошмар. А чего тут кошмарно? Я даже и не подозревал, что девчонки так рано влюбляются. А ты тогда совсем не обращал на меня внимания. Зато сейчас, как увидел. Опять врешь? Ну скажи, врешь? Ну, да, да. Так я тебе и поверила. Еще скажи, что влюбился в меня. Ага. Повтори. Что? То, что сейчас сказал. Что ты любишь меня. Конечно, люблю. Еще одна не любилась. Глаза. Это зеркало души обзал. Запомни. Рать лучше в темноте. Черт, 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 черт. Да, слушаю. Сейчас буду. Кто это звонил? Невеста? Не твое дело. Ну скажи, кто? Я умру от любопытства. Отлипни. Бектасов вызывает срочно. Ах, ах, ах. Какие мы важные. Будущий тесть позвонил, мы и поскакали. Новости плохие. Срок тендера переносят. Конкурентов может стать больше. А те, кто уже есть. Станут сильнее. Какие еще конкуренты? Компания Бакира Косымбекова. И еще одна турецкая компания. Отак Иншат. Мне так нравится тебя мучить. Извините. Приятель. Самир. Приятель. А голос-то женский. Это помехи в сети. Помехи. Принеси мне все документы по тендеру. За наши мечты о благополучии и за их исполнение. Кстати, Инжу верит в то, что в Астане исполняются абсолютно все желания. Ким, я так счастлива, что мы наконец собрались все вместе. Инжу, помнишь, мы с тобой мечтали о чем-то таком, пока учились в Лондоне? Конечно же помню. Но тогда еще в планах Абзала не было. Но я ведь уже мечтал о ней. О моржан. Кстати, Абзал, я слышал, что о тебе говорят, как о большом таланте. Ты наверняка знаешь о проводимом тендере. Моя компания тоже будет в нем участвовать. Это значит, что мне нужен хороший архитектор. Для меня это исключено, Кималь. Я работаю с Олюбеком Бектасовым. С отцом Маджан. Понятно. Но может ты кого-то знаешь и сможешь посоветовать мне? Поэтому и спрашиваю. Настоящих архитекторов мало. Как же так, Абзал? Конечно есть. Ты что, забыл про Ерланы? Ах да. Есть один. Спасибо тебе, Маржан. Напомнила. Но он не в счет. Такая работа ему не по зубам. Сейчас он работает таксистом. Таксистом? Интересно. А, я помню одного. Когда я впервые приехала в Астану, меня возил по городу один таксист. Он так рассказал мне о городе, что я влюбилась. Таксист, да? Да, нет, конечно же, в город. Тогда мне стоит познакомиться с этим таксистом-архитектором. Может мне он пригодится, нужно встретиться с ним. Не думаю, Кемаль. Я бы на твоем месте с ним вообще не связывался бы. Ну, Абзал, надо дать человеку шанс. Да, это по работе. Придется ехать. Простишь меня, детка. Да, Кемаль, ты меня подкинешь до города? Ладно, едем. Подожди, Кемаль. Давай прямо сейчас позвоним Ярлана. Перестань, детка. Потом как-нибудь. Где же, Абзал? У меня же должен быть телефон Ярлана. А, вот, нашла. Минутку, Кемаль. Ярлан? Привет, Ярлан. Это Маржан. Дочка Алибека Бектасова. Помнишь меня? У меня тут нашлась для тебя работа. По специальности. Ты что-нибудь решил? Да. Я вам бесполезен. Нет. У меня был мой проект, но я его продал. А новые за такие короткие сроки я не возьму сделать. У меня есть несколько подходящих проектов, но они еще не завершены. Их обязательно нужно посмотреть. Вот ты и сделаешь это. А почему вы не обратились к турецким архитекторам? Нужно учитывать, что они не знают здешних особенностей. Мне нужен казахстанский архитектор. Понятно. Можете показать мне эти ваши проекты? Надеюсь, не помешало. Совсем нет? Можно присесть? Архитектор это словно волшебник. Даже так? А разве нет? Вы творите чудеса в реальной жизни. Очень наивно? Вовсе нет. Я тоже так думаю. Вы, наверное, романтик. Очень красиво. Это давно было. Наш студенческий проект. Правда, здорово было придумано. Только вот построить такой проект почти невозможно. Невозможно? Потому что слишком сложно и дорого. Привет. А. Кемаль. Инжу. Я хотел познакомить тебя с Ерланом. Я уже знакома с ним. Но как с таксистом. Я и так таксист. Когда я приехала в Астану, Ерлан показал мне город. Ерлан? Инжу моя невеста. Очень рад. Вам очень повезло с невестой, Кемаль. Мне так нравится тебя, мальчик. Мне сейчас свет выключить? Или попозже? Я бы сразу к делу. Скажи, что любишь меня. Только не ври. Честное-пречестное люблю. Здравствуй, Сергей. И снова здорово. Сейчас с тобой будет третий раунд. Я хочу тебя предупредить. Во-первых, ты сейчас на моей территории. Во-вторых, Альбек, я на работе. Да нет. Я извиниться пришел. А вот папа в гамаке. Вот обзал сидит с умным видом. Правда смешной, да? Очень. А вот мама. Пишет свою книгу. Ах ты, моя художница. Золотая моя девочка. Кто там? Какая прелесть. О, прекрасная маржа. Я могу вас отвлечь. Няу. Развлечь. И привлечь в свои обяди. Разумеется. Ну, ладно, я пойду. До свидания. До свидания. До свидания. Ах ты, котик. Ты откуда такой пришел? И что тебе нужно? Молока? Ой, не хочу я ни молока, ни рыбы, ни мяса, ни икры красной и черной. Я хочу тебя поцеловать. Ах ты, поскорее. Кыш, кыш. Ах ты, нахал. Давай, поскорее назначим день нашей свадьбы. Давай. Я уже думала, нам нужен помощник-консультант. Я в Англии знала таких замечательных устроителей свадьб. Здесь тоже нашла одно агентство. Говорят, хорошее. Завтра к нам придет представитель агентства на первое обсуждение. Ты тоже там будешь? От ревности лекарства нет. Это научно доказанный факт. Зеленоглазое чудовище. Ты про кого? Про ревность. И не я. А Шекспир. А где она сейчас? Ты знаешь, Сергей? Этот самый вопрос я задавал себе 20 лет назад, когда из нас двоих она выбрала тебя. Но это сейчас даже не важно. А ты знаешь, что сейчас важно, Алибек? Что это тот самый вопрос, который Айгуль задает себе, когда тебя нет дома. Она сама тебе это говорила? Честно? Да. Нет? Мы с ней говорили об ее книге. Ты наверняка знаешь, что она пишет книгу об Астане. Да. О городе, в котором ты построил много красивых домов. Так выпьем же, Айгуль. Чтобы это зеленоглазое чудовище никогда ее больше не терзало. Да не бойся, пей, Алибек. Это волокордин. Без спирта мы с тобой выпили 20 лет назад. Без спирта мы с тобой выпили 20 лет назад. Заключение по проектам. То есть, ни один из проектов не подошел? Ни один. Я тебе скажу почему. Облик Астаны – облик нации. По облику столицы судят обо всей стране. Это слова нашего президента. И я с ним полностью согласен. Ты должен посмотреть еще раз эти проекты. Внимательно. Это ничего не изменит, Кемаль. Повторяю, Астана – город особый. Тут нужно уметь мечтать и дать этой мечте крылья. Вот это для меня задача, как архитектора. А если это невозможно, то я лучше останусь таксистом. Представляешь? Он говорит, чем доделывать чью-то работу, я лучше останусь таксистом. Мне нравятся именно такие человеческие качества. Преданность своим принципам. Это не упрямство, как раз наоборот. Стремление к своей цели и интересам. Человек только так может чего-то достичь. Но если ты смиришься со всем… Инжу, о чем ты? С чем я должен смиряться? Я этому таксисту сделал такое предложение, от которого трудно отказаться. Нужно быть полным идиотом, чтобы отвергнуть его. А что сделал таксист? Отверг. По-моему, он очень гордый. Инжу, я не понимаю тебя. Что за чепуху ты несешь? Если хочешь знать мое мнение, ты многое потеряешь, если упустишь Ерлана. Почему? На его лбу написано, что он дефицитный кадр? Это просто глупо. Ты видел его великолепный дворец? А я видела. Он непревзойденный архитектор. А это четвертый. Да, выглядит неплохо. Очень даже. Но я не хочу работать с Ерланом. Почему? Да потому, что он слишком своенравный. Я не собираюсь с ним возиться. А кто тебе нужен? Тот, кто будет выполнять все твои прихоти и стоять перед тобой на коленях? Я права? Инжу, я все вижу. Я не слепой. Да, этот проект действительно впечатляет. Но архитектор должен учитывать реальность. А он хочет невероятного. Знаешь, как дорого сделать этот проект. Ты хоть понимаешь, что это почти невозможно. Понимаю. Но это первый проект, который воплатишь ты сам. Будь же более решительным. Более смелым. Ну хорошо, я позвоню ему. Убилон. Убилон. Более. Убилон. Убилон. Субтитры создавал DimaTorzok А вот там наша гордость Мы строили Да-да, я помню, знаю Красиво Астана крылья расправила Варит, как птица над землей Знаешь, отсюда видишь все по-другому Главное видишь, а лишнее уходит Может, вернешься, Айгуль? Что? Что ты говоришь, Алибек? Может, вернешься ко мне, Айгуль? А ты сам-то готов вернуться, Алибек? Да Абзалла, не вертись, пожалуйста Чуть правее голову Да, так А как ты здесь оказалась? Привет, Абзал Здрасте, Маржан А вы же вызывали организатора свадеб Из нашего агентства Так вот, это я и есть Я слышу длинные кутки Молю тебя я подойти Я хочу тебе сказать Как хочу тебя обнять В руках держу один билет Роднее рейса в мире нет Я спешу к тебе опять Я хочу тебя обнять Снова дожди В городе наше Снова я жду Встречи наши Ты летишь ко мне Ты знай, и я спешу к тебе Астана Город, где живет моя любовь Астана Город всех надежды моих вез Астана Береги мою любовь прошу Астана Я ее люблю Ее люблю Снова дожди В городе нашем Снова я жду Встречи нашей Ты летишь ко мне Ты знай, и я спешу к тебе Я от тебя сейчас вдали Я столько дней провел в пути Но вернусь всегда к тебе В город чудный на реке В руках держу один билет Роднее рейса в мире нет Я спешу к тебе опять Как хочу тебя обнять Снова дожди В городе наше Снова я жду Встречи наши Ты летишь ко мне Ты знай, и я спешу к тебе Астана Астана Город, где живет Твоя любовь Астана Город всех надежды моих вез Астана Астана Сбереги мою любовь Прошу Астана Я его люблю Его люблю Снова дожди В городе нашем Снова я жду Встречи нашей Ты летишь ко мне Ты знай, и я спешу к тебе Редактор субтитров И.Бы bounty Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...